Предприниматели могут получить деньги от администрации на зарплаты и коммунальные услуги. Для компенсации оплаты труда нужно подать список сотрудников, которые готовы выполнять социально значимые работы. Это дезинфекция общественных мест, оборудование и уборка детских и спортивных площадок, благоустройство, очистка и озеленение территорий, приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, кладбищ, мелкие ремонтные работы при строительстве государственных и муниципальных объектов. Размер субсидий на одного сотрудника – это 13 942 рубля 43 копейки. Субсидии можно оформить, пройдя по ссылке Центра поддержки предпринимательства. Мы всем, кто подписан нашу рассылку, разослали эти письма. Там сформировано три пакета документов. Нужно оформить порядка четыре документа. Это заявление, расчет, субсидии, согласие на выполнение социально значимых общественных работ. Без отработки минимальную плату труда могут получить сотрудники старше 65 лет, беременные, с хроническими заболеваниями и те, у кого на иждивении есть дети до 14 лет. Выплату будут производить по двум периодам – с 30 по 31 марта и за весь апрель. Право на субсидию также есть у индивидуальных предпринимателей, безнаемных работников и самозанятых через контракты с управлением соцзащиты населения. Самозанятому, либо индивидуальный предприниматель безнаемных сотрудников, важно доказать, что уровень дохода не только по нему и по его деятельности, а вообще по всей семье, то есть это супруг, если есть супруга, и дети. Вот общий доход этой семьи, если разделить на количество членов семьи, не должен превышать 9700 рублей. Задать интересующие вопросы можно специалистам Центра поддержки предпринимательства по телефону 992-64, 992-63 или 992-60. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова